Добрый день дорогие мои зрители и подписчики сегодня будем готовить тушеные кабачки с рисом очень вкусное блюдо надеюсь вам понравится и будет оно частым гостем на вашем столе давайте готовить для приготовления тушеных кабачков понадобится вот у меня один побольше и поменьше кабачок луковица морковь помидорчик укроп и ложки полторы столовые риса тут берите по вкусу увидите какая у меня густота и себе посмотрите как гуще или реже сделать кабачки я буду нарезать кубиком порезала кабачки порезанные кабачки я уложу в кастрюльку такая у меня с антипригарным дном посолю просто посолю пока не по вкусу и ставлю на малый огонь минут на 10-15 они станут мягче кабачки и пустят сок лук нарежу кубиком можно добавлять и сырой потом в кабачке лук и морковку я обжару морковь натираю на крупной терке обжаривается уже лук на растительном масле добавляем морковь до золотистого пережарим этим временем продолжают тушиться кабачки помидорку нарежу добавлю к луку с морковкой помидорки то смотрите по вкусу добавляйте как вам нравится много мало а может вообще не нравится ну вроде кабачки и помидорки любят перчик болгарский можно добавить имеете у меня не оказалось но это не столь принципиально с перчиком или место нарезанные помидоры добавила к луку с морковкой пусть пережаривается дальше кабачки достаточно опустили соку и протушились добавляем обжаренные овощи и одновременно рис помытый уже все вместе тушим до готовности риса и смотреть надо чтоб все время была водичка на дне чтоб рис не пригорел не берите эмалированную кастрюльку в ней может пригорать так на небольшом огне все вместе тушится тушится у меня все водички немножко есть ну чайную ложечку даже капелюничку добавлю чуть-чуть добавила водички чтоб дно сухое не было вообще-то у меня кастрюля с антипригарным дном так что не сильно переживаю что пригорит рис уже у меня сготовился я попробовала мягенький 12 минут у меня готовился теперь доводим до вкуса добавляем чесночок несколько зубчиков по вкусу укроп что блюдо наше было не слишком диетическим добавим ложку 2 см но можно и не добавлять посолить надо у меня перчику чесночок и укроп перемешиваем пару минут вместе потушится и готово блюдо вот получилось такое блюдо нередко и не расплывается готовьте со мной подписывайтесь на мой канал заходите на канал и смотрите видео кушайте приятного всем аппетита и до новых встреч и всего вам самого доброго осталось попробовать наше блюдо очень вкусно очень советую готовьте можно использовать как отдельное блюдо как гарнир можно сметану не добавлять будет совсем диетический но вкус чудесный желаю чтоб это блюдо стало частым гостем на вашем столе